здравствуйте друзья мы с вами находимся в исторической части города это сквер константина иванова и сегодня современные чебоксарцы они может быть даже не знают что когда-то давным-давно здесь был храм храм женский монастырь и дальше больше того здесь похоронена бабушка первого царя михаила романова и вот здесь когда-то был чебоксарский кремль территория чебоксарского кремля то есть историческая часть как я уже говорил и одни из старейших сооружений это конечно веденский собор он находится где-то 200 с мелочью метров чуть чуть туда повыше вот может быть его купола видны также это здесь храм на который находился девичий монастырь и он назывался и никольский девичий монастырь потом после пожара и владимирский собор и она притеченский опять второй никольский то есть название него было много но тем не менее храм здесь находился храм под спудом в пределе в южном пределе которого была похоронена бабушка первого русского царя также из исторических сооружений здесь не так далеко это мужской монастырь все это территория чебоксарского кремля и вот веденский собор он был построен чуть чуть пораньше но после пожара сгорел как веденский собор так и этот храм и уже впоследствии был восстановлен в камне то есть при царе алексей михалыч и еще был восстановлен веденский собор чуть чуть позднее 1690 восстановлен был здесь в камне храм который именуется никольский второй никольский там и так далее он был очень похож на собор архангела михаил но собор архангела михаил уже был построен в петровское время гораздо позднее но тем не менее принцип был тот же это был такой четверик так называемые то есть кубическая форма и раньше очень часто в церковной архитектуре на руси были именно такие храмы в виде четверика пятиглавы то есть четыре маленькие главы одна большая и еще над ним настраивали иногда восьмиконечную конструкцию которая называлась восьмерик на четверике и так здесь был построен храм уже каменный и в алтарной его части в алтарной его части в южном пределе была похоронена бабушка первого русского царя как она здесь оказалась во время опалы от бориса годунова романовы они были сосланы ну соответственно федор никитич романов он был пострижен в монахи и впоследствии он был патриархом филаретом отцом первого русского царя михаила романова его супруга она тоже была пострижена в монахини инокине марфа в другом монастыре было а вот мама соответственно супруги то есть бабушка бабушка первого царя она была отправлена далеко-далеко в город аллатарь в девичий монастырь но до аллатаре она не доехала и осталась здесь соответственно в девичий монастыре города чебоксары она нашла свой последний приют ну и соответственно монашеский постриг подвязала здесь она прожила недолго где-то в 601 году была ссылка и до 613 года если не ошибаюсь она была здесь 613 году она почила и была похоронена опять же здесь почему было сослано вот все это семейство романовых здесь сказать сложно может быть это внутриклановые какие-то внутриклановая борьба вот этих боярских кланов которые были один подставил другого может быть там обвинили федора никитыча в том что он умышлял что-то против царя бориса годунова здесь сложно сейчас сказать но по крайней мере есть такие сведения что вот этой бабушки первого русского царя марии 6 марии 6 ну у кого-то из историков она именуется как шустова соответственно у карамзина если не ошибаюсь 6 у соловьева шустова вот ей в менили может быть это что она написала заказала икону значит убиение икону царевича димитрия где были клеймы где соответственно было много из его жития чтобы не понравилось федору годунову был ли он причастен к убийству или не был причастен к убийству это тоже другой вопрос маленького царевича димитрия но тем не менее такая икона была вот сейчас икона старинная икона царевича димитрия она есть в нашем храме рождества христова какое-то время советское время она была в музее то ли это икона или нет сказать сложно но тем не менее икона достаточно такая древняя старинная и вот сослали соответственно сослали ее в монастырь и здесь здесь вот этот монастырь находился я как-то смотрел документы там было написано что монастырь был находился находился от веденского собора вот там видите главки собора веденского в 216 метрах ну это как раз как раз примерно территория вот этого полника где были раскопки которых я скажу чуть чуть позднее вот вы видите здесь после раскопок у нас появилась информация где изображена вот эта самая бабушка первого русского царя но на самом деле если внимательно почитать вот здесь кстати ошибка насколько я понимаю его лиг он был совершенно иным вот здесь изображена сейчас на самом деле мама итак 216 метров от веденского собора примерно здесь располагался соответственно монастырь и а когда его закрыли он стал просто храмом приходским и располагался храм сохранились даже фотографии потому что сносили его в советское время если не ошибаюсь в тридцать шестом году его снесли а до этого двадцать девятом году снесли колокольню и сохранились фотографии где он располагался конкретно вот этого дома его не было ему построили советское время цикловский дом где жила партийная элита все здесь разровняли поэтому место найти конкретно сложно раскопки которые были в тринадцатом году я думаю что люди которые занимались раскопками историки археологи они все-таки знали где копают знали гораздо лучше меня и я слышал что они пользовались какими-то картами аэрофотосъемки где был все-таки тогда еще запечатлен запечатлен этот храм 1913 году были здесь архиепископ анастасии чистопольские из казани сюда приехала также казанский губернатор и много других чиновников приехали они сюда для того чтобы как раз к столетию дома романовых узнать провести раскопки где действительно захоронена мария шестого бабушка первого русского царя и вот эти раскопки они здесь были проведены было обретен гроб колода вместе как раз в алтарной части то есть судя по раскопкам все удостоверили что действительно там была похоронена мария шестого груб положили новый сделали и снова ее погребли и отправили доклад николаю второму о том что здесь действительно покоится бабушка первого русского царя вот прошло 100 лет 2013 год приехали представители дома романовых здесь соответственно наше руководство занималась этим курировала чувашской республики глава города представители епархии вот проводили вновь раскопки на месте которого мы с вами подходили уже вот этот холмик это все что было потом зарыто и и вот связи с раскопками что могу сказать действительно да были обретены мощи много мощей на самом-то деле здесь кладбище если монастырь то всегда рядом с монастырем здесь и кладбище было монастырское а когда в советское время цыковский дом строили ну представьте себе они же не церемонились они взяли все тракторами снесли разровняли и тем более когда здесь еще рядышком стояла колокольни ее разбирали уничтожали потом сам храм потом все это планировали очень много что могло затеряться и как-то исчезнуть но тем не менее связи с раскопками нашли много интересных археологических находок там еще золотоордынские какие-то кирпичи изразцы очень интересные красивые керамические там железный какие-то вот артефакты были найдены ну и соответственно найдены несколько захоронений вот одно из них очень привлекло привлекло археологов и по своему захоронению что она была особо также сравнивали с тем как захоранивали в 1913 году вновь обретенные мощи марии 6 и в общем-то склонялись к тому что нашли все-таки эту могилу отправили на экспертизу то есть во первых по характеру могилы что не просто было захоронения в таком склепе особым вот по примерно по возрасту это 35-40 лет для нас это удивительно что бабушка может быть 35-40 лет но примерно вот насколько я понял так и было возраст у нее был молодой для наших современных бабушек и отправили на экспертизу ну и воз и ныне там то есть через год был какой-то круглый стол где сказали что да какие-то данные экспертизы они может быть говорят о том что есть некоторое сходство с представителями романовых но тем не менее окончательных результатов экспертизы до сих пор нет и я вот думаю на трехсотлетие дома романовых значит были раскопки потом через сто лет были раскопки в 2013 и вот нужно еще наверное сто лет ждать для того чтобы для того чтобы были какие-то результаты потому что все это закрыли законсервировали сказали да мы будем дальше потом заниматься раскопками но никто ничем не занимается 13 года вот появилась определенного рода там мраморная плита тоже уже неплохо но все-таки здесь был храм это раз мне кажется места где есть храм нужно как-то особым образом помечать что здесь храм особенно для православных верующих это важно вот где престол был где был храм это место где совершались таинства здесь был монастырь это тоже нужно как-то обозначить не просто какой-то штендер но я не знаю были разговоры о некой часовне там может быть вообще здесь кладбище поэтому вопрос остается висеть действительно ли это она или нет это не она вот нашли или не нашли что делать дальше оставлять вот этот холмик могильный или может быть сделать что-то более более значимое это вопрос не ко мне соответственно но я постарался насколько у меня это получилось познакомить моих друзей подписчиков тем кто тех кто интересуется историей познакомить с нашим городом с некоторыми достопримечательностями связанными с духовной жизнью и жизнью царских особ родственников романовых вот здесь у нас в чебоксарах главное интересно сделали чтобы прочитать нужно пройти по газону ну и соответственно по кладбищу практически смотреть на бабушку хотя это не она ну вот здесь вот версия что она как раз икону заказала житие убийца речи дмитрия думаю там гораздо сложнее история была все-таки за иконы ссылать на самом деле небольшая ошибка здесь в описании написано что до 36 года располагался никольский монастырь монастырь но на самом деле монастырь был закрыт гораздо раньше последствии здесь был просто храм приходской храм приходская община на самом деле мы не все получились такой момент идите его ему его К его 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 Продолжение следует...